Всем привет, а спонсор этого видео компания МакХост, предлагающая хостинг премиального уровня для размещения сайтов любого типа. Для подписчиков канала Тойсой, МакХост дарит 3 месяца хостинга и регистрацию домена в зонах РФ или РУ абсолютно бесплатно. Для получения подарка используйте промокод в описании к видео. Итак, сегодня хочу рассказать вам о таком элементе, как фосфор. Фосфор – это типичный неметалл, находящийся в 15-й группе периодической таблицы химических элементов. В природе фосфор находится в составе минералов – апатитов. В нашем организме содержится 1% фосфора по массе, в основном в составе костей. В чистом виде фосфор существует в 4-х олотропных модификациях, самой распространенной из которой является модификация красного фосфора. Выглядит красный фосфор как темно-красный порошок, хорошо впитывающий влагу из воздуха. Со временем красный фосфор слеживается из образующихся на воздухе фосфорных кислот. В обычной жизни мы можем встретить красный фосфор на терочной поверхности спичечного коробка. При трении спички о коробок, хлородкалия, содержащийся в спичке, окисляет фосфор, выделяя тепло, которое уже и поджигает состав в головке спички. Красный фосфор хорошо горит на воздухе, еще лучше он горит в чистом кислороде. В колбе, наполненной чистым кислородом, горящий фосфор выделяет огромное количество света. Такую реакцию можно использовать для освещения довольно большого пространства. Образующийся дым в колбе – это не что иное, как оксид фосфора. Из которого можно получить фосфат кальциоцинка, использующийся для покрытия изнутри люминесцентных ламп, как люминофор. Кроме красной формы, более-менее стабильной, путем возгонки красный фосфор можно перевести в очень нестабильную форму – в белый фосфор. Белый фосфор обладает более интересными и опасными свойствами. Взять хотя бы его чрезвычайно высокую токсичность. На воздухе белый фосфор активно окисляется и дымится, образуя оксид фосфора, поэтому его хранят под слоем воды. В темноте белый фосфор светится из-за окисления кислородом воздуха, но свечение очень слабое. Не думайте, что все вещи, светящиеся в темноте – это фосфор. Никто не будет продавать игрушки из белого фосфора и мазать его на стрелке часов. Если вы еще сомневаетесь в этом, посмотрите, что происходит, если белый фосфор просто положить на теплую поверхность. Он тут же плавится и самовоспламеняется, после чего горит с очень высокой температурой – более 800 градусов по Цельсию. Белый фосфор горит на любой поверхности, поджигая все вокруг. Именно поэтому из него начали делать зажигательные снаряды, которые впоследствии все же запретили Женевской конвенции. Хотя США и Израиль эту конвенцию не подписали. Белый фосфор очень хорошо растворяется в некоторых неполярных растворителях, таких как бензол или сероуглерод. В сероуглероде растворимость белого фосфора самая высокая. Если таким раствором фосфора в сероуглероде пропитать бумагу, получится интересный эффект. Со временем сероуглерод испаряется, оставляя мелкодисперсный белый фосфор, который впоследствии самовоспламеняется, поджигая бумагу. По мнению некоторых ученых-скептиков, именно эта реакция используется как демонстрация явления благодатного огня в Иерусалиме. Раствор фосфора в сероуглероде использовали в качестве самовоспламеняющегося коктейля молотого во Второй мировой войне. Существует еще две формы фосфора – черный и металлический фосфор, но, к сожалению, их найти очень сложно, тем более провести с ними опыты. Сейчас соединение фосфора используют также в сельском хозяйстве, как удобрение для смягчения воды и для защиты металлов от коррозии. Также фосфор входит в состав самых опасных отравляющих нервно-паралитических газов на планете, использование которых запрещено. Теперь вы узнали еще немного об одном из элементов. Если хотите продолжение серии с элементами, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще много нового и интересного. Субтитры подогнал «Симон»!